Друзья, всем привет! С вами канал Ферингер Топ. Меня зовут Дмитрий Укин. Вы уже не единожды просили меня сделать обзор моей бани. Вот она за спиной. И сегодня мы сделаем такой обзор. Для начала давайте расскажу немножко о планировке своей бани, о ее размерах. Значит, сама баня 6х6 метров, плюс есть еще терраса 2 метра и такой же балкончик сверху. В одном из предыдущих видео я рассказывал, что такая планировка, на мой взгляд, является оптимальной. Потому что именно в размере 6х6 метров можно уместить просторную парную, мойку и комнату отдыха. Плюс сделать тамбур с сам узлом. Но это мы сейчас как раз посмотрим. Что касается самой бани, это баня каркасная. Снаружи она обшита листами ОСП толщиной 9 мм. И вот эти стыки, которые между листами, они закрыты обычной дюймовкой. Я ее немножко шлифанул, покрасил антисептиком, таким темненьким, чтобы было контрастно. И выглядит, в общем-то, довольно-таки неплохо. Что касается фундамента, то баня стоит на ОШП, на утепленной шведской плите. Вот здесь вот когда-то было самое сырое место на участке. Где я сейчас стою, на тропинке, которая сейчас есть, проходила канава. И вода собиралась с одной стороны и с другой стороны. И здесь было самое такое низкое и сырое место на участке. Я выровнял это место перед строительством, тогда, когда начал, точнее уже. Сделал дренаж по всему периметру будущей бани. Навозил сюда песчаного грунта. И теперь здесь самое сухое место на участке. Когда везде вокруг все плывет, здесь очень сухо. А значит, баню мы строили с друзьями, втроем. То есть, вся баня, все работы, которые здесь есть, выполнены своими руками. Поэтому сильно не придирайтесь к тем огрехам, которые мы сделали. Мы, не являясь профессиональными строителями, делали большую часть работ в первый раз. То есть, мы никогда этим не занимались. В том числе и фундаментом утепленная плита. Значит, вот поближе обшивка стен. Каркас снаружи обшит листами ОСП. Потом покрашен фасадной краской. И вот на стыках сделаны такие накладки из дюймовки. Немножко ее шлифанул болгаркой с насадкой. И покрасил антисептиком цвет махагон. Двухметровую террасу можно использовать разными способами. Можно сделать что-то очень прикольное. Но у меня, как обычно, здесь всяческие строительные материалы, которые я еще не доиспользовал, которые буду использовать. Всяческая мебель. Есть даже старая печка. То есть, печка, которая здесь стояла изначально. Кстати, вот поучаствуйте в голосовании. Нужно ли мне сделать отдельное видео и рассказать про эту печку. Как я ее сделал, из каких материалов, как она работала. В общем, подробно рассказать про нее. Могу снять отдельное видео. Здесь у меня даже есть лисические ящики от продукции Ферингер. Которые ждут, когда их сожгут. Скорее всего, это будет весной на огороде, как всегда. Здесь у меня закопаны веники. Я снимал отдельное видео про то, как и зачем закапывать веники. И что там потом происходит. Посмотрите, вообще тоже интересно. В общем, пойдемте вовнутрь. При входе у меня здесь тамбур. Здесь санузел небольшой. В общем, есть унитаз. Есть куча труб. И не отделаны еще стены. Здесь УШП, утепленная шведская плита. И все коммуникации, они проведены под фундаментом. В песчаной подушке. То есть, вот здесь унитаз подключен прямо уже к трубе канализации. Которая проходит прямо под фундаментом. И в нее собираются унитаз, потом слив с мойки и с парилки. А трубы под воду, они тоже заложены все внизу. Разведены туда, куда нужно, под фундаментом. И уходят они наверх. То есть, одна труба, это по которой качается вода в бак. Я его покажу чуть позже. А вторая труба, которая уже разводит воду из бака по бане. Значит, здесь при входе у меня печка, конечно же. Полка под дрова. Здесь немножко подсушиваются дрова. Тоже делаю отдельное видео под это. Здесь у меня банщик. Встречает всех. Есть табличка, чтобы никто не заблудился, куда идти в баню. Потому что тут проход на второй этаж. Туда пройдем немножко попозже. И тут, значит, комната отдыха. Вход в мойку. Здесь комната отдыха. У нас тут такой простой стол. За которым мы отдыхаем, пьем чай. Что еще здесь есть? Есть зеркала, есть часики, которые можно частенько наблюдать в моих видео. Что касается планировки. В одном из предыдущих видео я тоже рассказывал, что изначально я допустил ошибку и не сделал тамбур. То есть вот этого стенки изначально не было. И был сразу выход на улицу. Чем это плохо? Тем, что если здесь гости сидят за столом, а кто-то постоянно ходит на улицу, то их просто моментом продувает, как бы они тут не одевались. И я потом достраивал этот тамбур. Вот эту стенку сделал. Не делал двери. И она, мне кажется, даже и не нужна. В принципе, он и так справляет, выполняет свою функцию. Что касается вагонки. Здесь еловая вагонка. Ну, за исключением вот этой вот стенки. Здесь из сосны сделано. И все внутри дальше из сосны сделано. А вот эта еловая вагонка. Я комнату отдыха обшивал на следующий год после строительства бани всей. И взял еловую вагонку. Не помню почему. И взял у того же производителя. Ну, она очень дерьмовая просто. Вот эта вагонка с таким маленьким-маленьким шипом была. И чтобы ее всю нормально смонтировать, пришлось долго возиться очень. И главное, что она теперь расходится. И во многих местах можно уже видеть такие щели. То есть, она рассыхается, расходится, ее как-то там крутит. А здесь у меня управление светом. Парилка-мойка отдельно. И теплым полом. То есть, у меня есть теплый пол, но работает он хреново. Точнее, в парилке он вообще уже не работает. То есть, тут терморегулятор даже менял. Но он почему-то вырубается. А в мойке пол работает, но нагревается он очень долго. То есть, чтобы он был горячий, к моменту банных процедур, нужно его включить за сутки до этого. Мне такое дело, конечно же, не нравится. За сутки, во-первых, прийти в баню. Во-вторых, за сутки он съедает электроэнергию тоже, дай боже. Поэтому я его не использую. А за два часа он не нагревается абсолютно никак вообще. Почему? Не знаю. Короче говоря, вот такая проблема с теплым полом. Пол здесь выстелен таким самым дешевым ламинатом. Там, по-моему, 3,5 тысячи стоило застелить всю эту комнату. Но он, конечно, дешевый. Поэтому здесь было очень сыро. Поначалу особенно. И он весь так поздувался. Итак, пойдемте в мойку. Значит, мойка у меня 18 кубов. Такая же, как парилка. То есть, они абсолютно одинаковые по размерам конфигурации. То есть, здесь 2,7 метра на 2,7 метра. И первое, что говорят люди, которые приходят сюда в мойку, говорят, ну ничего себе какая большая. Почему она такая большая? Что это такая за мойка у тебя? Но на самом деле, если здесь моются 3 мужика взрослых, то здесь уже не пройти, грубо говоря. Начинается какое-то стеснение. То есть, для трех взрослых человек это вообще небольшая мойка. Я не скажу, что она маленькая, но большой ее не назовешь. Когда здесь один ходишь, то кажется, что вроде бы места очень много. Здесь обливное ведро. Недавно установил, показывал в видео. Классная штука. Вот эту часть тоже можно частенько видеть в видео. Здесь я раньше на фоне этой стены очень много снимал всяких разных видео. Ну, что тут еще? Тазики, всякие шампуни. В принципе, ничего интересного нет. Бак с водой. Раньше здесь проходили трубы до теплообменника. Пока я не установил экономайзер за место дымохода с теплообменником. Теперь грею воду электричеством. Что касается пола. Керамогранит. На бетон. Потому что снизу бетонная плита утепленная. Везде у меня сделаны пороги. На пороге сделан фартук из плитки. Чтобы здесь ничего у меня не гнило. Там есть слив. То есть плитка уложена с уклоном. Все стекает туда. И уходит в канализацию под бетонной плитой. То есть здесь у меня слив. И в парилке вот там тоже слив такой же есть. Ну а теперь пройдем в парилку. Как я уже говорил. Парилка такая же как и мойка. Объем у нее 18,2 куба. То есть 2,7 на 2,7 и 2,5 вверх. Это достаточно хороший такой объем. Хороший запас воздуха. Можно сделать хороший пирог пара под потолком. Сама парилка, как и вся баня, каркасная. И здесь на стенах сосновая вагонка. Это вроде бы не очень хорошо для бани. Но особых проблем в режиме русской бани я не вижу. Что касается пирога стен. То если вот отсюда смотреть. Это будет вагонка, вензазор. Потом фольга на крафт бумаге. 50 мм латы и 10 см пенопласта. Но и с той стороны, как я уже показывал снаружи. Обшито ОСП 9 мм. Здесь потихоньку продолжаю улучшать. Делал вот недавно. Сделал осиновые полки новые. Сделал скамейку. Здесь сделал второй уровень полков. Добавил всяческих осин сюда. Еще буду, наверное, добавлять. Сделал небольшую скамеечку здесь. В общем, продолжаю добавлять древесной массы. Потому что вагонка это не тот материал, который хорошо нагревается. Потом отдает в парилку. И способствует режиму русской бани. Поэтому я добавляю еще сюда древесину. Значит, печка Ферингер. Классика паровая. Экран. Ну, изначально это была именно классика. Потом я ее облицевал ламелями. Это комплект Лего. Тоже от завода Ферингер. Но я думаю, не будем сегодня сильно останавливаться на печке. Потому что на канале очень много видео про эту печь. И если интересно, если еще не видели, то посмотрите. Многие видели. Кирпичный щиток. Как и все, в бане был сделан своими руками. Поэтому видно, что он такой не сильно ровный, не сильно правильный. Ну, я сам по себе не печник. И делал это первый раз. И то, что как-то хоть получилось, уже радует. В общем, здесь где-то там около 700 килограмм кирпича. Значит, одна сторона выходит в парилку. Другая в мойку. Ну, еще торец выходит в комнату отдыха. И там тоже было видно на видео. Очень хорошо запасает тепло. То есть, он отбирает тепло от отходящих дымовых газов. Запасает их. Запасает это тепло. И потом отдает в процессе парения. И во время просушки бани. То есть, в процессе парения здесь такая достаточно стабильная температура. В том числе и за счет кирпичного щитка. То есть, он поддерживает температуру в парилке. Даже если здесь проветривать. Ну, и в процессе сушки бани, для хорошей просушки бани, конечно же, он помогает. Большая масса нагретого кирпича. Потом высушивает. Все очень хорошо. Кстати, пора переводить на дожек угля. В общем, теперь пойдемте на второй этаж. Если я что-то рассказываю недостаточно подробно. Или на чем-то забыл остановиться. Вы пишите в комментариях. Я смогу еще снять какие-то сюжеты. И ответить на появившиеся вопросы. Но могу я что-то упустить. Да, и пошли мне рассказать. Значит, у меня здесь второй этаж. Второй этаж такой у меня в стиле ОСП. Я решил сделать такой вот все стены и потолок. Все здесь я решил сделать обшивкой ОСП. И здесь такой, не знаю, как назвать там, штаб. Не знаю. В общем, здесь идея была в том, чтобы собрать различные комплектующие. Можно было снимать видео, да, и показывать людям, которые приходят, как правильно, что монтируется. Что из чего состоит и прочее. То есть, вы могли видеть видео. Я здесь рассказывал про дымоход-сэндвич. Про печку-уют. Кстати, давненько не рассказывал про печку-уют. Может, стоит еще какое-то видео про нее снять. В общем, здесь у меня потихонечку собираются комплектующие. Печки и комплектующие, о которых я могу рассказывать в видео. И, кстати, скоро появятся дымоходы Ferrum. Я хочу сделать такую небольшую серию видео. О монтаже дымоходов, о сборке дымохода. Как правильно делать, что для чего нужно и прочее. Я уже делал подобное видео с дымоходом Типов и Сухов, который приобретал ранее. Сейчас будет Ferrum. Еще будет бак Ferrum. Тоже повешу его на стенку и подключу к печке. Покажу, как это делается. В общем, в идеале хочется здесь сделать какие-то такие стенды, чтобы показывать видео. Как это все делается. Как это правильно собирается. Пока это все так. Надеюсь, что когда-то потихонечку это все сделаю. Здесь есть у меня электрощиток. Есть у меня старый кожух от моей печи. То есть, когда я облицовывал печь камнем, кожух поставил сюда. Здесь есть даже телевизор, который ни разу не включался. Это старый мой пив стандарт. Он у меня лопнул. Я его менял тогда по гарантии. Тоже снимал видео. Ну, некоторые еще тут железячки. В общем, такая вот комната с обшивкой ОСП. Здесь, кстати, пол тоже ОСП. А, да, кстати, не показал. Вот здесь вот за этой обшивкой находится бак. Бак на 1000 литров. В этот бак у меня качается вода с колодца с помощью насоса. И из этого бака уже разводится по бане. Ну, я показывал трубы, которые находятся у меня в санузле. По размерам комната это пол бани. То есть, вот этой стеной второй этаж разделен на два помещения. То помещение еще не доделано. Там даже ничего не обшито. И там холодно. Я стараюсь его немножко тут закрывать. Ну, и кроме того, там вообще полный бардак. Поэтому показывать я его, конечно, не буду. А здесь выход на балкон. Но сейчас мы выходить не будем. Сейчас не сезон по балконам гулять. А так здесь в летнее время очень удобно. Вышел на балкончик, посидел, отдохнул. Очень там свежо, приятно. Ну, в общем, наверное, все. Больше по бане я не знаю, что рассказать. Если что-то недорассказал или рассказал не настолько подробно, насколько это нужно было, пишите в комментариях. Постараюсь снять еще какой-то отдельный сюжет. Спасибо, что досмотрели. Всего доброго. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok